Привет-привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Видео «Спросите у Татьяны», где я отвечаю на ваши вопросы о грамматике и лексике русского языка. Поздравляю вас! Поздравляю вас с Новым годом и с Рождеством! Пусть этот 2021 год будет лучше, чем 2020. И, честно говоря, это сделать не так трудно. Нужно просто меньше эпидемий, меньше карантинов, и я думаю, что уже автоматически 2021 год будет очень неплохим. Потому что 2020, надо сказать правду, был очень непростым. Для меня и, я думаю, что почти для всех. Хорошо. И сегодня наша тема – это три глагола. Это глагол «случаться», «происходить» и «бывать». «Случаться», «происходить», «бывать». Какая разница? Все эти три глагола значат, что что-то было, что-то было, не было и потом было. Какое-то, по-русски мы говорим «событие». Событие значит какой-то факт, что-то не было, чего-то не было, сейчас есть. Хорошо. «Случаться», «происходить», «бывать». «Случаться», «случаться» обычно значит, что это случайно. «Случайно» значит нет причины, мы не знаем, что спровоцировало, что спровоцировало это. Случайно. Обычно, когда мы говорим «случаться», «случиться», мы не говорим о причине, то есть, что спровоцировало это. Например, мы можем сказать «аварии случаются», это жизнь. Такие ситуации случаются. Ну, например, я раньше очень боялась быть в машине, в автомобиле, и потому что я думала «может случиться авария». Потом я подумала «да, может случиться авария, аварии случаются нечасто, но это может случиться, да». Я могу умереть, но также случаются аварии, например, на улице, когда я иду, может упасть ваза с цветами. Такое тоже случается, да. То есть, случаться, случиться, значит, это жизнь, и мы не знаем, мы не говорим о причине, мы не говорим, что спровоцировало это. Или мы можем сказать «как вы познакомились», то есть, «как вы встретились». Мы можем сказать «так случилось, что мы были в одном купе в поезде». «Так случилось, что мы были в одном купе в поезде», то есть, «это случилось без какого-то плана». «Случаться, случиться», «нет плана», «это просто жизнь». И также часто мы говорим как вопрос «что случилось?», «что случилось?». Я думаю, что когда мы говорим, мы видим, например, что человек плачет, мы видим, что человек плачет, мы говорим «что случилось?». И здесь я думаю, что да, мы хотим знать, какая причина, что спровоцировало это. Но здесь более важно, мы хотим помочь, мы хотим помочь человеку, мы хотим сказать, что нам это интересно. То есть, самое важное здесь – это не детали этого факта, а мы хотим помочь, что случилось, что случилось, расскажи. То есть, мы не хотим знать все детали причины, мы хотим помочь, что случилось. Происходить, произойти, здесь обычно есть причина. То есть, нам важно знать, что спровоцировало это, что спровоцировало этот факт, эту вещь. Например, мы можем сказать, в нашем городе часто происходят аварии из-за плохих дорог. Часто происходят аварии из-за плохих дорог. То есть, причина – плохие дороги, плохое шоссе, и из-за этого происходят аварии. Например, когда мы говорим, что произошло, что произошло, это часто мы хотим знать детали технические. Например, у вас в доме, у вас в доме много воды на полу, да, и когда приходит специалист, чтобы это, чтобы это починить, починить, вы можете спросить у него или у неё, что произошло. Вы не знаете, что произошло, потому что вы хотите знать конкретно, что не работает. Почему ваша ванна или ваша машина стиральная, вы знаете, стиральная машина, почему она не работает, потому что вы хотите знать, где проблема, чтобы в следующий раз не повторить эту ошибку. То есть, происходить, произойти – есть какая-то причина, мы о ней говорим, мы говорим об этой причине. Или, например, вы приходите домой, дети плачут, и вы можете сказать, что произошло, но тогда вы хотите детально, кто кого ударил, кто кого, кто сделал, что, как, что произошло. Так, сядь и расскажи, что произошло. Например, вы приходите, вы можете сказать, что случилось? «А, Маша меня ударила!» Маша, сядь и скажи, что произошло, почему ты ударила твоего брата. То есть, случилось, мы не говорим о причине, что спровоцировало это, и «произошло» мы говорим. «Произошло» – это более официальный глагол, мы будем это читать в технических документах и так далее. И «бывать» – это тоже синоним, это значит случаться, происходить, но есть элемент, что это регулярно, это регулярно. Например, я, когда была маленькой, я жила в городе Северодвинск. Это город на севере России. И у нас иногда бывали, бывали морозы минус сорок. У нас бывало, что температура была минус сорок. Это значит «регулярно». И мы не можем сказать «происходила температура», потому что «происходить» – это есть какая-то техническая причина, какая-то логическая причина. «Погода», ну, есть, конечно, логика в погоде, но «погода», «климат» – это что-то такое, что мы не можем контролировать. Значит, «бывать» – это жизнь и это регулярно. «Случаться» – это тоже почти синоним. «Да, у нас иногда случалось такое, что была температура минус сорок». Но «бывать» – это значит «это что-то регулярное». И «случаться» обычно… Обычно это один раз, но иногда это синонимы. Да, ещё часто мы говорим «бывает» просто как ответ. И, например, мы можем сказать «а, у меня сегодня голова болит». А, ну да, бывает, бывает. То есть это нормально, это не что-то супер-экстраординарное. Это бывает. Мы обычно не говорим «случается» просто как одно слово. «Случается» – это обычно что-то случается. И «бывает» очень часто мы говорим просто «бывает», «бывает». Или, например, «я мыла посуду, да, и у меня упала тарелка и разбилась». И мой муж может сказать «ну, ничего страшного, со всеми бывает». Со всеми бывает. То есть это регулярная ситуация, нормальная ситуация для всех. Или он забыл что-то, да, у него была встреча важная, например, в банке, и он забыл. И ему звонит человек из банка, говорит «а где вы? Почему вы не пришли?» И он может мне сказать «ах, как я мог забыть?» Я могу сказать «а, со всеми бывает, со всеми бывает». То есть это регулярная ситуация у всех. Вот, я думаю, что я вас запутала, запутала. Ещё раз. «Случаться» обычно один раз, может быть, несколько раз, может быть, тоже регулярно. И это значит, мы не фокусируемся, мы не говорим о причине. Это без нашего, без нашего контроля. Так случилось, что мы ехали в одном купе. Происходить, произойти есть причина. Обычно это какой-то процесс механический или... Да, обычно, конечно, что-то негативное. Например, у нас часто происходят конфликты, потому что мы не понимаем язык друг друга. Мы говорим на разных языках, и у нас часто происходят конфликты. Произошло потому что, произошло из-за. И бывать – это что-то регулярное, и то же, что не зависит от нас. Например, у нас бывают сильные морозы, у нас бывает температура минус сорок. А ты забыл о встрече? Ну, со всеми бывает. Вот так, дорогие друзья, еще раз я вас поздравляю, поздравляю с Новым годом, с Рождеством. Пусть у вас случаются только хорошие ситуации, пусть у вас не происходит никаких больше пандемий и так далее. Это бывает, конечно, но надеюсь, что такие года неприятные, как 2020, будут случаться меньше. До скорого! Ставьте лайк, подписывайтесь. И, конечно, клуб «Русская дача» – подкасты и видео каждые пять дней. До скорого! Пока-пока!